Вопрос ухода американцев из Европы решен положительно и идет становление Европы как субъект глобальной и международной политики. Соответственно этому восстанавливается государственный северенитет всех государств. И как бы Макрон и не был ставленником американской страновой элиты, перехват управления Макроном был осуществлен глобальщиками и Трамп его подтягивает. И в общем абсолютно он сейчас работает в рамках именно интересов Франции и Европы. Не в полной мере, а в той мере, как понимают глобальщики. Поэтому определенное противостояние с Россией все-таки сохраняется. Но использование диалога с Россией, взаимоотношения с Россией для того, чтобы выйти из-под диктата Соединенных Штатов, из-под диктата государства Соединенных Штатов, это в полной мере идет. Он у себя в твиттере написал о том, что Россия является глубоко европейским государством. Даже сейчас процитирую. Россия очень глубоко европейская страна. Мы верим Европу, поставившуюся от Лиссабона до Владивостока. Я вот как раз об этом и говорю. То есть то объединительный план, который был озвучен и проводится Путиным, полностью было принято Макроном. Причем он написал это на русском языке, чтобы не было там, скажем, ошибок перевода. Естественно, писал не он. Естественно, подготовил текст переводчик. Но переводчик полностью ответственен за идентичность смысла, которую выложили. И даже французский текст это все равно составлял не Макрон. Макрон вообще кукол дергают за нитки на лице у них улыбки. Его просто поставили на управление американская страновая элита, чтобы управлять Францией и не давать возможности Европе выйти из-под диктата Соединенных Штатов. А Макрон перехвачен на его управление глобальщиками и он теперь работает в этом плане. Поэтому здесь, в общем-то, они принимают взаимодействие с Россией по одной простой причине. Без российского влияния, без российских ресурсов, без российской глобальной политики у Европы нет вообще шансов выскользить из-под диктата Соединенных Штатов. Государство из-под диктата Соединенных Штатов. Соответственно, этому они не смогут накачать Иран теми компетенциями, которые бы позволили Ирану состояться в качестве альтернативного центра концентрации управления. То есть расклад евразийский блок, это европейские элиты, и евроатлантический блок, это англо-саксонские, американские элиты. Эти два центра концентрации управления переходят, евроатлантический блок переходит на Китай, а евразийский блок переходит территориально на Иран. Все, казалось бы, прекрасно. Но вы посмотрите, пока европейские элиты лежат под Соединенными Штатами, они ничего не могут сделать для того, чтобы обеспечить возможность передачи технологий Ирану, чтобы Иран состоялся в качестве центра концентрации управления. Вот возьмите вот эту ядерную сделку, которую захотели, отменили, а если кто-то попробует дернуться, мы на него надавим. Вы посмотрите, как американская страновая элита ведет себя по отношению к европейским государствам. Они просто не дают возможности, а в результате рушится глобальный план, тормозится становление Ирана как центра концентрации управления. Вот и все. Поэтому, естественно, а здесь всем выгодно то, что Европа выходит из-под диктата Соединенных Штатов. В Европе тормозятся процессы деградации, процесс разрушения традиционной семьи. Так или иначе, Европа вынуждена будет восстанавливать традиционные государства. Поскольку еще неизвестно, сколько России надо будет противостоять. А восстанавливая традиционные государства и возрождая национальные культуры, появляется диалог между народами России. Вот когда в плавильном котле ЛГБТ-сообщества все перемешали, где нет ни национальностей, ни гендерной принадлежности, вот с этим месивом диалога никакого не может быть. Потому что они не понимают, зачем должна быть семья, зачем должны быть дети, движение Child Free и прочие вот эти вот все вещи. У них глубоко деградационные процессы. А любой народ, который содержит свою традиционную культуру, он так или иначе, при всех оговорках, вот абсолютно при всех оговорках, он все равно заинтересован в собственном развитии. А если народ заинтересован в собственном продолжении будущего, значит все, с ним можно договариваться. Вот выход европейских элит из-под диктата страновой элиты США и начало контакта с Россией для того, чтобы использовать этот же самый ресурс работы с Россией, для того, чтобы противостоять России, тем не менее он все равно запускает ту самую ситуацию, которая запускает процесс Европы от Лиссабона до Владивостока. Никуда здесь не деться. В общем-то глобальщики это понимают так или иначе. Поэтому-то у них и есть проект альтернативный становления европейского исламского халифата. Вот. Так что в любом случае сейчас, пока Россия является центром концентрации управления глобального уровня значимости, пока Россия концептуально властна и проводит глобальную политику собственную, вот у нас внешняя политика еще не суверенна, внутренняя еще не суверенна. Но вот глобальная политика у нас абсолютно суверенна. И на основе этого мы выстроим и внутреннюю, и внешнюю политику. Основы социологии. Внутренний предиктор СССР. Современная социология окончательно зашла в тупик. Ее базовые теории и постулаты не способны адекватно отражать реальность. Поэтому сильнейшие отечественные умы взялись не за критику существующей науки, а за создание новой. Коллектив авторов «Внутренний предиктор СССР» написал альтернативный курс социологии, дающий наиболее точное представление о жизни человеческого общества. Как социологическое невежество проявляется в нашей жизни? На какие категории делятся люди по типу психики? В чем состоит специфика жреческо-знахарской власти? Почему марксизм тоже часть библейского проекта? Есть ли для человечества альтернативной катастрофе светлое будущее? Основы социологии. Шесть томов жреческого знания. Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru Узнай больше на Conceptual.RF Субтитры создавал DimaTorzok